Новая операция в Сирии теперь гуманитарная. В российском генштабе отмечают продукты и будут доставлять туда, куда не доберется миссия Красного Креста. Первый груз уже отправлен сегодня. При этом наша авиация продолжает их главную миссию. Детали у Александра Патухова. Авиаудары российских войск за сто с лишним дней операции в Сирии приносят ощутимые результаты. Инфраструктуре боевиков, их лагерям подготовки и складам с боеприпасами и горючим нанесен значительный ущерб. В таких условиях, как заявили в Министерстве обороны России, бандформированием все сложнее удерживать свои позиции и приходится отступать. Только за последние несколько дней отряды сирийской демократической армии под командованием Аль-Ганима продвинулись на 8 километров в направлении на Раку и освободили 4 населенных пункта. Отряды Сурейм и Челобия освободили от боевиков ИГИЛ территорию площадью 60 квадратных километров с восточной и западной стороны плотины через реку Ефрат в районе Эль-Ахмар. В течение последних месяцев налажено взаимодействие с отрядами патриотически настроенной оппозиции, которая передает командованию российской авиационной группы координаты объектов боевиков в зоне боевых действий. После проверки полученных данных по этим объектам наносятся авиационные удары. На сегодняшний день информация о каждой пятой цели террористов поступает именно от сирийской оппозиции. Всего при нашей поддержке с воздуха сирийским войскам удалось отвоевать у ИГИЛ, организации запрещенной в России, 217 населенных пунктов. И таким образом взять под свой контроль территорию размером свыше тысячи квадратных километров. В этой связи российская сторона, помимо авиаударов, намерена наладить в Сирии и поставки гуманитарной помощи. Один из таких грузов сегодня отправили в район населенного пункта Дер-Эр-Зор. Гуманитарную помощь сирийскому населению оказывали и раньше, но впервые при помощи авиации. Вот этот вот сахарный песок, муку, консервы и многое другое погрузили вот на такие специальные десантные платформы, для того, чтобы во время полета в район доставки сбросить все это с высоты 4 тысяч метров. Вот уже почти 4 года Дер-Эр-Зор находится в блокаде. В городе около 20 тысяч человек, большинство мирные жители, а также группировка сирийской армии, которая сдерживает врага. И такая гуманитарная помощь этим людям крайне необходима. В сборе груза участвовали как Сирия, так и Россия. Мы предоставили вот такие сухие пайки. В одной коробке завтрак, обед и ужин. А этих коробок несколько тысяч. Самолет сирийских ВВС успешно вернулся с этого задания. Уже известно, что груз доставлен по назначению. Такую гуманитарную и военную помощь России в самой Сирии оценивают крайне высоко. Россия смогла достичь в 10 раз больше, чем США. Мы надеемся, что сотрудничество между Россией и Сирией по борьбе с терроризмом продолжится. Это не только лучше для нас, это также самооборона России. Мы благодарны России за помощь. В связи с тем, что присутствует координация между ВКС России, ВВС Сирии и наземными сирийскими войсками, нам удалось одержать победу во многих районах Сирии. Впрочем, на Западе успехов российской авиации предпочитают не замечать. Более того, регулярно появляются информационные вбросы. Причем порой источниками выступают организации с сомнительной репутацией. Например, в Министерстве обороны сегодня говорили о так называемой Сирийской обсерватории прав человека, чей офис располагается в Великобритании. На самом деле это всего лишь один человек по имени Осам Али Сулейма, переехавший в 2000 году в Великобританию после отбывания в Сирии трех тюремных сроков. До начала продвижения в Сирию западных ценностей в 2011 году этот господин владел небольшим магазином одежды и с трудом сводил концы с концами. Однако с началом финансирования западными странами отрядов исламистских экстремистов в Сирии в этом Осаме Али Сулейма неожиданно проснулся правозащитник, взявший псевдоним Рами Абдель Рахман. Странным образом, очень скоро этот персонаж возглавил малоизвестный тогда интернет-ресурс под названием «Сирийская обсерватория прав человека». Ни одно сообщение, распространенное этим человеком, заявили в Минобороны России, не нашло подтверждения. А вот информация об уничтожении крупнейшего денежного склада ИГИЛ в Масуле, по которому ударила авиация западной коалиции, практически ни у кого вопросов не вызвала. Хотя сообщалось, что сбросили на него 900-килограммовые бомбы, которые используют для уничтожения очень крупных объектов. И сколько погибло мирных жителей в результате этого авианалета, неизвестно. Молчат западные правозащитники. Нет никаких расследований и в западных СМИ. Обоснованность применения боеприпасов такой мощности в городе вызвали вопросы только у канала CNN. Перед вами сюжет этой телекомпании, показанной в эфире 12 января этого года. По словам корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Стар, представители военного ведомства США заявили ей, что американское командование принимает решение о нанесении подобных авиаударов при условии, что количество погибших мирных жителей не превысит 50 человек. Рассказывая эту историю, в Министерстве обороны России подчеркнули, что для нас такой подход к подготовке к боевым операциям просто неприемлем. И в случае, если есть угрозы жизни хотя бы для одного мирного человека, то авиаудары по таким целям не то что не проводятся, а даже не планируются. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Гурам Розилов и Светлана Баркова. Первый канал. Сирия.